друзья всем привет сегодня будет у нас такой небольшой ролик о замене ремня грым значит прочитал в комментариях человек пишет что купил старенький вольсваген предыдущий хозяин сказал что все хорошо грым поменен правда не помнит в полгода назад значит езди спокойно несколько лет ни о чем не думай значит сразу скажу ребята при покупке старого автомобиля который уже сошел с гарантией обязательно покупаем ремень грым ролики также меняется помпа если она приводится в ремнем грым и обязательно обращаем внимание на шестерни распредвала и коленвала то есть и шестерни которые постоянно находятся в работе с этим ремнем потому что по прошествию долгих лет ремень меняется много раз шестерни остаются родные есть соответственно кожуха стареют пластик выгибается попадает мусор пыль шестерни подтачивается но естественно износ соответственно такая проблема существует у что у немцев что у японцев то есть они подвержены износу шестерни подвержены износу то есть мы покупаем грм сразу же покупаем нижнюю шестерню коленвала верхнюю 6 ему по возможности если она селись ли видимо износ есть зубе уже поточена это визуально хорошо видно также шестерни могут быть в хорошем состоянии но между зубьев бывает такое что попадают какие-то металлические частицы камни появляются камушки появляются раковины то есть не нестабильно ровная поверхность скажем так и что надо делать то есть 6 на меня и обязательно покупаем если это японский автомобиль улиц вольтсваген или японец у них это всегда стабильно покупаем болт коленвала это очень важно потому что нижняя шестерня коленвала нижняя шестерня грм на коленвалу обычно садится на шпонку и если болт со временем вытягивается то есть в мастерской вам поменяли грм все притянули хорошо но болт уже все вытянут мастер этого не увидит он не сможет шестерню чуть-чуть поджало все вы какое-то время поездили шестерня начала люфтить она начинает люфтить потихонечку это незаметно и по прошествии какого-то времени у вас начнет начнет сбиваться зажигание соответственно под будет черный дым непонятные дела ситуации с двигателем вы поедете в автосервис то есть в итоге когда вот это все вскроется уже будет печально потому что шестерня разобьет шпонка разобьет посадочное место на коленвалу соответственно потом это будет вытекать вплоть до замены коленвала так что купили был автомобиль сразу по меня проверили шестерня если они требуют замену меняем нет меняем ремень грм меняем ролик помпу записываем в тетрадочку заводим обязательно в автомобиле чтобы нам знать через какое время менять но соответственно смотрим через сколько вам его придется поменять в среднем это 50 60 тысяч значит это очень важно для двигателя это очень важно так что кому информация была полезна ставим лайк подписываемся и ждем новых роликов всем пока